Командиры взводов и инженеры, они готовы быть связистами или служить в войсках противовоздушной обороны. В Рязанском государственном радиотехническом университете выпускаются студенты учебного военного центра и военной кафедры вуза. Это уникальная возможность получить воинское звание параллельно с востребованной гражданской специальностью. Стоит отметить, что ради этого в Рязань приезжают абитуриенты из 53 регионов России. Если человек хочет связать свою жизнь со службой в армии, причем на инженерной должности, на должности военного инженера, то, по-моему, самый лучший способ – это закончить гражданский вуз, в котором есть военно-учебный центр. Да, это займет от 5 до 5,5 лет, но у него будет и гражданский диплом инженера, и звание лейтенанта, и распределение в войска. Учебный военный центр существует более 10 лет, военная кафедра более 60 лет. За это время их выпускниками стали около 23 тысяч человек. Сейчас лейтенантские погоны вручают 22 студентам. С каждым из них Министерство обороны России уже заключило контракт на три года. Я очень рад, шел к этому 5,5 лет. Распределили в Москву, в национальный центр. Сначала не ожидал, потом очень обрадовался. Так уже не терпится приступить к делам и должностям. Скорее начать службу, прям вообще с большим терпением. Мне кажется, каждый из нас этого ждет. Стоит отметить, что обучение в учебном военном центре и на военной кафедре бесплатное. При этом курсантам ОВЦ выплачивается дополнительная стипендия. А с 1 сентября в ВУЗе начнет работу новая структура. Это военный учебный центр. Военная кафедра готовила офицеров запаса и солдат запаса, а учебный военный центр готовил офицеров кадра. В настоящее время теперь уже военный учебный центр сохраняет все три направления подготовки. Студенты, которые в дальнейшем будут кадровыми офицерами, проходят обучение методом военного дня один раз в неделю. Сейчас им вручили заветные погоны и распределили в воинские части. География очень широкая. Это Севастополь, Астрахань, Санкт-Петербург, Москва и даже Дальний Восток. Лично я, где бы не служил, в рязанцах всегда говорили так. А выпускники радиоинститута – это порядочность, профессионализм, надежность. Будьте добры, поддержите эти традиции, чтобы у вас так же все говорили. Обучением студентов занимаются кадровые офицеры. РГТУ полностью укомплектован современной штатной военной техникой. Также активно используется база военно-учебных заведений и воинских частей Рязанского гарнизона. Поэтому выпускники Рязанского государственного радиотехнического университета становятся по-настоящему востребованными специалистами. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».